Приднестровье для центра Льва Гумилёва – это главный западный форпост современного евразийства. Представители института здесь бывают часто. В 2012 году между центром и приднестровским МИДом заключено соглашение. Сотрудничество приобрело системный характер. На этот раз в Тирасполь ученые приехали из Камрата, где тоже провели ряд мероприятий. Наша задача – создать здесь такой костяк, я думаю, молодежный, интеллектуальный, который в любой ситуации сможет пропагандировать эти идеи, и не только в Приднестровье. Первая лекция была посвящена истории евразийства. Впервые эти идеи были озвучены русскими эмигрантами в 20-х годах прошлого века, но не встретили поддержки. Позже они получили развитие в трудах советского историка и этнографа Льва Гумилёва. Именно его работы вдохновили главного инициатора современного евразийства Нурсултана Назарбаева. Евразийский союз официально заработал в начале этого года, но уже сталкивается с различными вызовами и угрозами. С двух сторон сейчас наше большое российско-евразийское пространство пытается взять в клещи. С одной стороны, Запад прямым давлением, прямым запугиванием, санкциями, попыткой войны на Украине пытается обвалить Россию на этом фланге, на западном фланге. С другой стороны, ИГИЛ пытается сейчас влезть, радикальные исламисты, в наше подбрюшье. Противостоять угрозам нужно в первую очередь в информационном пространстве, считают эксперты. Задача фонда – популяризация идей евразийства, в том числе в Приднестровье. Евразийская интеграция для нашей республики – основной внешнеполитический приоритет. На протяжении, как минимум, последних трех лет у нас последовательно осуществляется курс на евразийскую интеграцию. Мы отделены пока от Евразийского союза достаточно большими расстояниями. Тем не менее, наш народ велит в то, что рано или поздно, скорее всего, рано, мы окажемся снова в том общем пространстве, в котором, в общем-то, для нас, в общем-то, и было предназначено жить судьбой. Армения не имеет общих границ с Евразийским союзом, это ей не помешало стать частью Евразийского союза. Вопрос же только в признании Приднестровья. И мы видели, что на примере Крыма, как это может за один день все измениться. Но мы, конечно, видим задачу шире. Мы воспринимаем, что Приднестровье – это наш такой евразийский маяк на западный форпост русской цивилизации. И она должна в евразийство уже притягивать как магнит. И Молдову, и Украину. Помимо лекций и дискуссий, представители центра «Льва» Гумилёва намерены провести ряд тренингов с приднестровской молодежью. Андрей Малёван и Анатолий Чабанов. Первый Приднестровский телеканал.